привет мои дорогие друзья наконец-то я дома и теперь я могу сделать к такой краткий во первых обзор данного альбома так как не все люди поняли что это за альбом и чему он посвящен а также рассказать маленькие анонсы показать немножко вкратце монеты как у меня интересно запатинировались вообще очень соскучился за видео ехал сразу скажу домой около 7 суток я спал в машине из них четыре сутки была фантастическая история поэтому не обессудьте что так долго не было видео но это был трэш я справился и я дома значит так смотрите данный альбом посвящен сбройным силам украины это первое название то есть в чем где здесь этот альбом предназначен для монет 10 гривен ссылка на данный альбом в описании тема милитари так как военные грубо говоря люди они ходят в камуфляже вот примерно камуфляж здесь изображен дальше что изображено здесь у некоторых людей возникла абсолютный диссонанс и непонятка какие-то вопросы хейтерские комментарии какие-то даже дизлайки на удивление видимо очень часто альбомы для украины появляются но да ладно как говорится значит так по каждому пробегу сейчас рисунку на данном альбоме смотрите самолеты мрия это сделаны они в советское советском союзе при помощи грандиозных мощностей но заводы сами остались на территории украины в любой момент можно модернизировать и начать производство любого назначения самолетов в том числе и военных дальше грузовик раз всем известный без проблем производят слава богу не закрыли завод до сих пор и все в порядке и можно и военного и коммерческого различного назначения дальше велосипед украина как бы кто-то мне рассказывал что-то не нравится и ассоциация у человека с ссср но скажу я вам если честно допустим в россии я был там с велосипед десна производят до сих пор я даже где-то сделал фотографию сейчас попробую показать вот смотрите просто стоял в подъезде вот такого плана велосипед вот современный велосипед десна как делали в советское время такая классика пожалуйста до сих пор продается вот велосипед же украина это такая же классика и можно ее спокойно модернизировать плюс данный велосипед продавался 70 странах мира это супер интересное изобретение как бы там ни было велосипед классный теперь как это связать с армии пожалуйста существуют целые велосипедные войска и даже современные пожалуйста люди катаются на великах можно его модернизировать перри преобразовать сделать из него вплоть до того что военный там pacific ocean может увидел сериал когда на великах катались менты и так далее то есть в принципе возродить производство военного назначения велосипед можно без проблем может быть его даже и возобновили ракеты мы делаем военные и не военные то есть гражданского назначения так называемые до спутники там запускаем ну можно переоборудовать и производить военные ракеты военные ракеты производились было принято решение не выставлять здесь ракеты потому что просто физически я не нашел достойных фотографий для данного альбома очень крайне сложная тема была дальше трамваи почему здесь изображены трамваи потому что я знаю по истории что были в одессе трамваи военного назначения вот я поэтому изобразил трамваи которые здесь делают в украине переделывают их и так далее достаточно красивая техника почему ее не показать мотор сич предприятие по производству военного двигателей там и так далее дальше getman собидачный у нас есть военные верфи которые заброшены гниют и ржавеют можно их модернизировать восстановить и начать производство военных кораблей дальше почему здесь изображены данные автомобили запорожцы у многих там вообще прямо аж башню сорвало но скажу так смотрите в чем идея автомобили казалось бы обычные да но при всем этом делали вот такого плана военные луазики вот маленькие такие вот машинки да ничего вроде бы особенного но тачка реально классная вот пожалуйста луаз можно завод модернизировать запустить по новой и будут у нас военные автомобили дальше эти запорожцы идея запорожцев во первых эта история это прикольно эти тачки знают во всем союзе но суть в том что я показал что у нас есть все таки какие никакие мощности которые могут запустить производство автомобилей военного назначения мы можем это сделать и это важно вот что здесь я пытался подчеркнуть не каждый это понял для кого-то это весело для кого-то не весело поезда соответственно никому не надо объяснять существ существует военные поезда во всем мире и мы можем их начать производить вот в чем идея данного альбома кровчучка в чем прикол кровчучки во первых кровчучка была произведена в украине той что такое кровчучка это маленькая тачка складная была произведена одним из украинцам в 1896 по моему году если они не изменяют мне память там где-то написано даже а восемьдесят третьем году вот смотрите сделайте себе скриншот и вы хоть узнаете что такое кровчучка но самое главное что ее выпускали на киевском авиазаводе в 1991 году то есть это оборонное предприятие как ни крути и на нем выпускали данную тачку теперь тачки кровчучки может быть использованы но военных целях то есть вот пожалуйста тележка для бега то есть можно использовать данные тачки в военных целях но почему она указана здесь конкретно в данном альбоме первое это позитив второе это было времена развала ссср когда люди превратились из-за людей работников заводов фабрики предприятий в обычных челноков которые начали бегать с такими тачками по заграницам возить грузы и так далее но самое интересное в том что именно складная маленькая тачка была произведена в украине она собиралась на авиационном заводе и самое интересное что данную тачку также могут использовать военные и в военных назначениях вот такая маленькая краткая информация по иллюстрации того что здесь изображено не более того достаточно позитивно и все это очень быстро и легко можно модернизировать в любое военное назначение теперь дальше это земля украины и самое главное теперь наши военные защищают наши достижения и нашу историю а также нашу землю кому-то нравится не нравится это уже вам решать я не спорю у всех свои вкусы можно было изобразить здесь абсолютно разваленный разрушенный донецкий аэропорт но я посчитал что должно быть позитивно негатива по телевизору нам хватает должен быть позитив постарался как мог сделать позитив и донести до людей данный позитив чтобы вы узнали что защищают военные что мы можем производить тоже данном альбоме я показал понятно что-то устарела уже морально устарела но можно модернизировать восстановить реанимировать пожалуйста почему здесь горбатый вы видели все новую модель fiat 600 уже там лет пять наверное катается этот новый fiat горбатый то сделаны на базе fiat 600 пожалуйста сделайте новый могут же если захотят но для этого нужны бабки которые на данном этапе тратятся не всегда там где мы бы хотели чтобы их потратили вот такое краткое так сказать предисловие оступление мой личный обзор данного альбома ссылка на альбом повторяю еще раз в описании надеюсь вам было интересно это услышать ну еще так два слова этот альбом коммерческого назначения это не военного назначения альбом а коммерческого назначения то есть его могут приобретать люди абсолютно во всех странах снг также данный альбом может пересекать границу во всех направлениях и не быть привлечь как но не являться какой-либо там пропаганды и так далее вот такая вот маленькая идея надеюсь вы поймете и оцените данный труд теперь еще что касается интересного смотрите у меня завалялась монетка вот она лежала почти три месяца посмотрите как интересно на нее легла радужная патина правда с одной стороны с другой стороны чуть менее интереснее но тоже появляется радужная патинка и еще еще я хотел кое-что показать у меня есть полтинник на котором я сохранил радужную патину вот самое главное посмотрите три месяца прошло радужная патина на штемпельной монете никуда не ушла видите какая красота офигенно просто вот такую монету теперь можно заслабировать она получит классный грейд какой-нибудь я надеюсь за м с и заодно и будет вот в такой красивой патине и вот такую монету уже неплохо выставлять на аукцион я думаю цена у такой монеты будет достойная ну и вот какая вот страхомутья происходит с архистратигом архистратиг конечно у меня не очень красиво идет и очень долго он что-то патинируется вообще какой-то он странный как-то серебро это не очень интересно ложится на него патина посмотрим буду его отмывать скорее всего и заново перепатинировать потому что это очень некрасиво мне это не очень нравится в общем дальше больше будет больше интересных видео покажу еще всякие монеты инвестиции которые я произвел так что подписывайтесь на канал переходите по ссылке из в описании за альбомом всем удачи пока